Щелковские юные спортсмены активно тренируются и участвуют в соревнованиях. Прямо сейчас на стадионе имени Озерова проходит областное первенство по футболу. Команда юношей 2010 года рождения Щелковской спортивной школы Олимпийского резерва уверенно идет к заветной цели под чутким руководством и наставничеством своего тренера Андрея Серебрякова. Заканчивают первый круг соревнований на лидирующих позициях. Эта игра очень важная. Наши юные футболисты встретились на поле с сильным соперником – командой из Ногинска-Витязь. Я ребятам сказал, что перед игрой с такими командами определяется ваше мастерство, класс. Уже с первых минут матча стало понятно. И у хозяев, и у гостей равные шансы одержать победу. Боролись изо всех сил. Не обошлось и без травм, но даже в такие моменты щелковские юные игроки не падали духом. Выкинул с головы, дальше игра, и еще будут моменты. Атаковали, держали оборону. Обе команды уверены. И только во втором тайме Витязь открыл счет. Однако и ответный гол не заставил себя долго ждать. С углового получилось забить левой ногой. Проткнул. Вижу мяч в сетке. Ну, хорошо, что сравняли. Отбились прям. Без внимания тренера юные футболисты не оставались ни на минуту. Ребята признаются, этот человек – настоящий пример для них. Наставник, на кого надо равняться. Тот, кто научил себя принимать, научил себя в футболу играть. На этот раз они не выиграли, но и не проиграли. 1-1. Мы остались на первом месте. Витязь от нас отстает на два очка. Поэтому впереди второй круг. Будем стараться первое место. Восемь побед и две ничьи. Таков результат у щелковской команды на данный момент. Хорошо потрудившись, ребята отправляются на небольшие каникулы. Уже в конце августа они продолжат борьбу. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.